Благослови! Боже, милости будем негрешны! Создал меня, Господи, помилуй! Без числа я согрешив, Господи, прости и помилуй! Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Ты, Небесный, утешитель души и теной, И же бездельцы, и все исполняя, За кровище благих и жизни подателю. Приди все вечаны, и очисти нас, Вятки скверны, и спаси благослови души наши! Святой Боже, Святой Греки, Святой Бессмертный, помилуй нас! Святой Боже, Святой Греки, Святой Бессмертный, помилуй нас! Святой Боже, Святой Греки, Святой Бессмертный, помилуй нас! Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веке веков. Аминь. Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веков. Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веков. Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веков. Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веков. Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веков. Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веков. Слава Твою Сыну и Святому Духу и ныне пресняли в веков. Слава Тебе, Господи, Слава Тебе, Господи, Богослови пищу сию. Сегодня мы хотим показать, что у нас на столе. Татьяна, там видно, так будет. Здесь у нас рыба, припущенная в воде с морковью и репчатым луком. Рыба у нас там трёх видов. Значит, горбоша, скумбрия и минтай, да? Угу. Здесь у нас каша пшённая, тоже готовленная на воде с тыквой. Но тут всё без масла. Хотя сегодня в воскресенье разрешается масло, но я масло, когда готовлю, не добавляю. Как Игнатих, в чём говорит, что вредно готовить на растительном масле. В последнее время я готовлю всё, значит, без масла. Если кто-то хочет, то уже добавим на столе. Здесь у нас винегрет, там, значит, варёный картофель, морковь, свекла, репчатый лук и квашеная капуста, ну, приправленный маслом и солью. Здесь у нас салат. Значит, свежий огурец, нарезанный болгарский перец свежий, фасоль отварная. Значит, лук салатный, фиолетовый, значит, приправленный маслом и соль. Здесь у нас, значит, свежая тёртая морковь и редька зелёная, тоже, значит, приправленная солью и маслом. Здесь такой необычный салат, но, наверное, все знают, как он необычный. Его всё, в кавычках, называют золотой салат. Почему? Потому что, значит, ну, этот рецепт, мне уже сказали, он, говорит, полезен для сердца. Готовить его можно по весу, брать, например, разные, значит, либо там 200-300 грамм, но это уже в зависимости от материального достатка. Кто как может, да? Я брала где, скажем, если на 100 рублей чернослив, на 100 рублей курага, на 100 рублей грецкий орех, ну, тут уже кто как может. То есть основные ингредиенты – чернослив, курага, грецкий орех, изюм, один лимон. Ну, на то, что если я вот готовила, да, один небольшой лимон пропускается всё это, ну, конечно, сначала перебрать, помыть, потом пропускается всё через носорубку. Лимон тоже, только он пропускал, ну, пропускал его со шкуркой, так же, да, с кожурой, с центры. Только без семечков, семечков выбрать нужно. Вот, и заправляется это мёдом. Всё, значит, перемешивается, и вот она хранится в холодильнике. Господи, ну, здесь у нас просто к чаю, и сёстры принесли, тут вот печенье, там, киви, это у нас фрукты, яблоки, бананы, мандарины, пряники, да. Ну, халва и мармелад. Тут как бы всё вкусно, это к чаю. Слава Тебе, Господи, слава Тебе. Благодарю всех сестёр, кто принял участие, да, в накрытии стола за ваши, значит, гостинцы. Да, дарует Господь всем рождение свыше, здравие духовное и телесное, всем спасение во Христе. Да, слава Тебе, Господи, слава Тебе. Слава Богу за всё.